Приветствую, друзья! Сегодня мы начинаем нашу трансляцию, и она будет посвящена вопросам, классическим вопросам, которые задают работодатели на собеседование. Соответственно, разберем все моменты, которые связаны с собеседованием. То есть, что спрашивают, как отвечать, как правильно отвечать, что не отвечать, как себя вести, как себя зарекомендовать, для того, чтобы вас приняли на работу. Ну и в конечном этапе буду рассказывать, как правильно учиться, потому что это важно, важно уметь учиться. Дело в том, что сейчас количество информации резко удваивается, вот завод количества информации становится в два раза больше. Вы наверняка это знаете. Соответственно, нужно уметь учиться. Поэтому разберем, как правильно учиться, так, чтобы быть в тренде, так, чтобы пройти собеседование, ну и вы не выглядели каким-нибудь валенком. Напишите плюсики, если нас хорошо слышно в трансляции, пожалуйста. Да, коллеги, напишите плюсики, если вы слышите там. Плюсик, 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 как слышно. Профессор Лопух. Прием, прием, прием. Да, все отлично. Лопух, Лопух. Один, два, три. Да. Чудесно. Напишите, пожалуйста, с какого города вы, потому что это интересно. Всегда интересно, кто тебя слушает. Вот, собственно, мы находимся в Киеве. Здесь сейчас будет у нас занятие. Вот в этом. Киев, Киев. Киев, Киев. Да, кто еще нас насчет? Киев, Киев. Очень много Киева. Киева. Да, никто не хочет пить водку. Это хорошо, похвально, что в пятницу вечером люди не жрут водку. Это отлично. Грибанка, Полтава, Москва. Москва, Омск. Москва, привет. Омск. В Омске холодно, наверное. Вот. Еще Киев. Ну, Киев. В основном Киев, да? Да, отлично. Отлично, коллеги. Значит, да, те студенты, которые здесь вот у нас в нашей конференции, вы тоже можете зайти в ВКонтакте. Собственно, ВКонтакте мы сейчас делаем онлайн-трансляцию. Поэтому или можете в системе нас слушать, или ВКонтакте. То есть у нас две завеси ведется. Да, запись будет. Запись будет. Будет. Что еще важно, коллеги? Что это за занятие, да? То есть что мы разбираем сегодня? Сегодня у нас первое вступительное занятие по курсу CCNA, по сетям. Соответственно, многие студенты спрашивают, есть ли у вас какое-то тестовое занятие, есть ли у вас пробное занятие, есть ли у вас, ну вот, как это правильно сказать? Попробовать. Попробовать. Значит, мы не даем попробовать, почему сильно все вкусно. Сожрете. Да, сожрете вместе со всем, поэтому мы пробовать ничего не даем. Но сегодня мы сделаем трансляцию вот этого первого занятия, чтобы вы представляли, что у нас и как происходит, потому что это важно, да, то есть понимание процесса, вот. Вы поймите, информация есть у всех, но умеют преподавать не все. Вот я вам скажу честно, я за последний год вложил больше 5000 долларов в себя для того, чтобы научиться учиться, для того, чтобы научиться учить, вот, потому что истина, она в ушах слушающих, а не глаголящих. В этом это все важные моменты. Соответственно, начнем, с чего мы начнем? С самых простых азов для того, чтобы понимать, что, где, как происходит и чтобы вы не умели этим всем пользоваться. Значит, мы начинаем, да, кстати, если у вас возникает вопрос, вы можете писать или в чат, вот те студенты, дайте ссылку на ВК, а, печатаем на ВК ссылку, а, или напишем на доске, а, то там будет удобно. Да, я пишу в ВК ссылку, так, значит, так, можно зайти в ВК, и оттуда тоже смотреть нас. Мы начинаем с истории. Собственно, в чем важный момент? Мы начнем с самых простых вещей. Почему? Потому что на собеседовании вы должны понимать, очень простую вещь, что на собеседовании спрашивают очень простые вещи. Никто на собеседовании не спрашивает сложные вещи. Почему? Потому что никто не шарит глубоко. Вы скажете, ну, я крутой айтишник. Ну, я вам открою вот такую вот информацию, что к нам много приходит, например, вы говорите, кто спрашивает на собеседовании там BGP? Да никто. Считанные компании там в Украине, в которых еще есть айтишники, которые шарят этот BGP. Остальные просто бы уезжали. Поэтому спрашивают в основном очень простые вещи. Ну, и мы их, соответственно, начнем разбирать с самого простого и дойдем к самому сложному. Собственно, мы за 40 минут с вами посмотрим два семестра CCNA. Два семестра, две части CCNA. Очень кратко, для того, чтобы вы понимали, что спрашивают, что нужно знать и как нужно себя отвести и начать, ну, как отвечать. Так, ну что, поехали. Начинаем мы с истории. С историей. Вот есть у нас компьютер 1, есть у нас компьютер 2. Я, собственно, буду писать большими буквами. Если не видно, то вы можете попросить. Я там или словами скажу, или как-то нарисую более понятно. Что это такое? Компьютер 1, компьютер 2 соединили. Чем все закончилось? Кто помнит, чем все закончилось? Закончилось все очень просто. Можно было играть в Doom. Помните Doom? Я тоже играл. Хорошая очень игра. И вот классика жанра. Но есть одна проблема. Какая? То, что в Doom можно было играть вдвоем. И если появлялся третий компьютер, третий компьютер, собственно, непонятно, как его сюда включать. Как его включать? То есть это был комп-борд обычный там, да? Или ЛПТ-борд соединяли. Вот так вот. Это 1971 год. 71 год. Соответственно, как настроить тут сеть? Да, кстати, те студенты, кто там учится, пишите конспект коллеги. Это все спрашивают на собеседнике. То есть сделайте максимум для себя. Как сюда включить? Никак. Соответственно, появилась проблема. Значит, для решения этой проблемы был гонец. Кто такой гонец? Это человечек, который носил вот такую вот дискету. Помните дискета такая была? Пятидюймовая. Соответственно, он брал эту дискету и бегал кругом этих компьютеров. Потому что по-другому нельзя себе было сделать. Значит, эта проблема 1971 год возникла на каком-то большом заводе в США или фабрике, я вот не помню историю. Она есть на Википедии, вы ее наверняка можете найти. Чем все закончилось? Тем, что директор этой фирмы, большого этого завода, пришел домой. Пришел домой, открыл бутылку виски и начал пить. У него была дочь. Дочь подошла и говорит, папа, что ты пьешь? Можно ли не пить? Папа говорит, слушай, вот надо какое-то устройство, надо какое-то устройство для того, чтобы можно было сделать сеть. И что вы думали? Как всегда, как в той сказке, вот дочь решила проблему. Она спаяла устройство. Коллеги, как называется это устройство? Напишите в коммент. Ну, как устройство называется? Пишите, пишите, пишите. Кто там крутой сисяишник? Хаб. Пишу, ура. Ура, хаб. Значит, да. Это называется хаб. Вот. Хаб. Так вот, теперь самое важное. Коллеги, терминология. Нужно запомнить, какие устройства, как называются. Я их специально напишу, для того, чтобы вы их запомнили, чтобы вы их знали. Первое и самое главное устройство это концентратор. Концентратор. На английском языке это хаб. В чем сложность? В том, что в наш язык проникают вот эти вот американизмы английские слова и как результат люди просто не понимают. То есть, вот сейчас придешь там в магазин, хочешь купить маршрутизатор, ты говоришь, у вас есть маршрутизаторы? У меня такое было лично. Я покупал маршрутизаторы. Я пришел, говорю, у вас есть маршрутизаторы? Не, маршрутизаторы нету. У нас есть Wi-Fi роутеры. Вот. Значит, еще раз. Wi-Fi роутер, маршрутизатор. Так вот, второй термин это это коммутатор. Значит, коммутатор это свитч. Это свитч. Третье важное устройство это маршрутизатор. Это роутер. Значит, или на английском языке, особенно вот у нас есть студенты, которые вот в прошлом году, ну, до Нового года проходили собеседование в английских компаниях, вот, в британских компаниях. Значит, правильно, на британском языке, на британском английском, правильно, рутер, не роутер, а рутер. Вы-то можете поспорить со мной, ну, ну, правильно, рутер. Ну, им не нравится, когда вы будете. Да, им дико, значит, еще раз, кто будет устраиваться в Британию на работу, не говорите рутер, вас на работу не возьмут. Нужно говорить рутер. Вот будете, если вы единственный сироп, вы будете говорить рутер, вас возьмут на работу. Так вот, я зачем это все написал, коллеги? Еще раз, нужно уметь правильно учиться. В свое время, как только я стал преподавателем КПИ, это был 2006 год, да, это было чуть больше 10 лет назад, когда я стал преподавателем КПИ, мне было очень интересно, как правильно читать лекцию. Почему это важно? Потому что, ну, приходишь ты на занятия, там сидит целый поток студентов, одни говорят, мы нифига не успеваем, вторые говорят, быстрее, быстрее, вы медленно диктуете. Соответственно, от безделия я делал различные эксперименты на студентах. Соответственно, я сделал эксперимент и выяснил буфер обмена. Что такое буфер обмена? Это тот кусок информации, который вы можете запомнить. Так вот, очень интересная штука. Средний буфер обмена равен 5, 5, 5 слов, 5 букв, 5 цифр, 5 предметов, 5 цветов, 5 еще чего-то, там блюд и так дальше. Это, значит, еще раз, буфер обмена равен 5. Если вы не курите ганжубас, если вы курите ганжубас, буфер обмена уменьшается до двух, до двух букв, цифр, слов и так дальше. Поэтому я вам рекомендую не курить ганжубас, это плохо заканчивается. Так вот, зачем я это все написал? Для того, чтобы вы поняли, что концентратор и хаб это одно устройство, коммутатор и свитч это второе устройство. И маршрутизатор, и рутер это третье устройство. Таким образом, три, не шесть. Я знаю реально студентов, которые не закончили CCNL, потому что они думали, что это шесть устройств. Еще раз, это три устройства. Вот такой вот важный момент. Так вот, вот эта вот девушка в Штатах в 1971 году придумала, придумала устройство, которое называется HUB, или на русском языке концентратор. Концентратор. Так. Так, 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 так. Ну что, продолжаем дальше. Так вот, классический вопрос из собеседования. Как работает концентратор? Значит, давайте я это разберем очень детально, потому что это важно, это нужно знать. Собственно, вы скажете, зачем нам устройство, которого уже там не производят там 60 лет, но тем не менее, про него спрашивают на собеседовании. Так вот, как работает концентратор? Мы шлем некие данные. Что это за данные, пока мы это не оговорим. Концентратор их пересылает на все порты, кроме того порта, откуда это пришло. Значит, понятная идея, да? Значит, пересылает на все порты, кроме того порта, откуда это пришло. Вот такая вот интересная штука. Возникает один момент. Эти данные получают вот компьютер 2, компьютер 3. Как же нам понять, кому эти данные? Соответственно, возникает необходимость в адресации. Соответственно, у нас появляются MAC-адреса. Это физические адреса. Значит, еще раз, MAC-адрес. MAC-адрес. Это физический адрес компьютера. MAC. Это 48 бит. 48 бит. И этот адрес вшивается в материнскую плату, вшивается в телефон, в Wi-Fi адаптер, вот-вот-вот-вот-вот-вот. Тому устройству, которое подключается к сети. Что важно? То, что 48 бит диктовать, записывать, запоминать. Мы только что говорили, что буфер обмена равен 5, а тут 48, представляете, да? То есть, запомнить это нереально. Поэтому 48 бит пишется в 16-ти ричном виде. Соответственно, делится все на 4 бита, да? Потому что 4 бита это одно 16-ти ричное число. И мы получаем 12 16-ти ричных чисел. 12 16-ти ричных чисел. Я не буду писать все 12 16-ти ричных чисел для каждого компьютера. Я напишу просто АА, ББ, и третий компьютер будет с макадресом СССР. Так вот, как работает наш концентратор? Вы шлете данные. Какие? С компьютера 1 на компьютер 2. Еще раз. С компьютера 1 на компьютер 2. Что происходит? Концентратор эти данные пересылает на все порты. Кроме того, порта, откуда эти данные пришли. И все. Дальше. Компьютер. Когда получает данные, он проверяет макадрес назначением со своим макадресом. То есть, компьютер 2 смотрит макадрес назначения. Какой макадрес назначения? У вас ББ, а у него какой макадрес? ББ. О, круто! Эти данные мы не. И он, соответственно, распаковывает эти данные и начинает их дальше смотреть. Компьютер 3 тоже получает данные. Он смотрит макадрес назначения. Макадрес назначения ББ, а у него макадрес ЦЦ. Это мне? Нет! Не совпадает с моим адресом. Соответственно, эти данные выкидываются. Вот так работает концентратор. Сеть с концентратором. Какой важный момент? Давайте мы поговорим об недостатках этой сети. Значит, какие есть недостатки? Коллеги, напишите в комментах, какие есть недостатки в такой сети. Первый недостаток. Ждем ответы. Ответы, ответы. Ну, давайте, давайте. Коллизии. Коллизии. Согласен. Коллизии. Коллизии. Что такое коллизии? Коллизии это украинская народная сказка. Жило было два цапы. Кто такие цапы? Это козлы. Значит, жило было два козла на противоположных берегах речки. Но с другой стороны, трава была зеленее, чем на той, на которой находился каждый козел. Что произошло дальше? Они начали идти друг другу навстречу, встретились на мосту, стукнулись рогами и упали в речку. А дальше их там съели улитки, которые живут в нас в аквариуме. Они сели в аквариуме. Вот такая интересная штука. Что такое коллизии? Это когда происходит конфликт, когда устройство пытается захватить канал. Когда идет конфликт, когда пытается захватить канал. Второй недостаток. Надеюсь, вы его уже написали. Второй недостаток какой? инфа идет на все узлы. Инфа идет на все узлы. Полоса пропускания. Правильно, полоса пропускания. Скорость делится между всеми поровну. Значит, скорость делится на n. n это количество компьютеров. Соответственно, что мы имеем? мы имеем три узла. Соответственно, скорость делится на три. Ну, например, 10 мегабит разделилось на три. Что мы получили? 3 мегабита. А если у нас будет 100 компьютеров, представляете, какая скорость будет? Соответственно, скорость. Ну и третий самый большой недостаток. Какой третий? Третий, третий, коллеги, придумываем. Это безопасность. Да, безопасность, правильно. Это безопасность. В чем сложность? В том, что вот эти данные передаются на все компьютеры. И, например, на третьем компьютере вы можете взять и перехватить данные чужого компьютера. как это делается? Как перехватывать? Мы изучаем в отдельной главе. У нас есть третья глава в курсе СССР, где я рассказываю, как перехватить чужие данные и хакнуть пароль. Как перехватить, например, пароль лоха. Собственно, кому это будет интересно, пишите в комменты, мы сделаем отдельную трансляцию, если это интересно. Так вот, безопасности никакой. Почему? Можно перехватить чужие данные. Вот такая вот штука. Соответственно, это первое поколение сетей, 1971 год. Но на самом деле, так было очень долго. То есть, вот так сеть работала где-то до 2000 годов. Да, коллеги? До 2000 годов все вот так вот мучились. Чем все закончилось? Придумали новое устройство, я правда не знаю, кто придумал. Как называется новое устройство, коллеги, напишите в коменте. Мост. 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 Не, не, ну, мост, мост это частичный случай. Свитч. Придумали свитч. Да, я согласен. В общем, это был вопрос, ответ на вопрос, про то, как работает концентратор хаб. Да. еще раз, мы посмотрели, как работает хаб. Это спрашивают на собеседовании. Следующее устройство это свитч. Как все правильно написали, это коммутатор тоже. Значит, свитч это коммутатор. Пожалуйста, не путайте. Значит, еще раз, свитч, коммутатор, одно устройство. Это не два устройства, это одно. Это важный момент. Так вот, как работает свитч? Вы приходите на собеседование, задают вопрос. Рисуют вам вот такую топологию, простую, дальше говорят, как он работает. Вы, недолго думая, говорите, свитч, свитч это же коммутатор, он коммутирует. Ну, в дословном переводе свитч означает переключатель. Соответственно, он что-то берет и переключает. Вы, раздумывая, раскидывая мозгами, он переключает данные на один корт, на второй, на один, на второй. Все, правильно. Вроде бы, вы правильно ответили. Да, переключает данные. С помощью чего? С помощью таблицы коммутации, то есть внутри свитча есть таблица свитчинга, таблица коммутации. Как она выглядит? Давайте ее посмотрим более детально. Значит, в этой таблице есть две колонки, два поля. Колонка номер один это номер порта. Колонка номер два это банк адрес, который находится на этом порту. Так вот, у нас есть порты один, два и три. Давайте порты на коммутаторе уже пронумеруем. Три порта. Да, вы ответили, что в таблице есть коммутации. Вы ответили, что он переключает. Но самый сложный вопрос, который удар ниже пояса, который задают. Слушай, вот скажи, ты включил коммутатор, коммутатор выключил, ты согласен с тем, что таблица коммутации пуста? Вы говорите, да, конечно, я согласен, но она пуста. Он выключен. А ты согласен, что когда включают питание, таблица коммутации пуста? Вы тоже подумывали, говорите, да, конечно, я согласен, она пуста. И тут задают самый убойный вопрос. Как коммутатор заполняет таблицу коммутации? Коллеги, кто знает, напишите в комментах, как коммутатор заполняет таблицу коммутации? RP протокол. Нет, RP еще далеко. RP, RP. Он не знает, ну смотрите, у него есть три порта. Первый порт, второй порт, три дигра. А нет еще ничего про IP-адреса. Как он заполняет? Так, компьютер отправляет в мак-адрес, свечу. Он не знает в мак-адреса. Ну, в смысле, кого куда отправляет? Еще раз. Записывает адрес источника. Вот, точно. Значит, кто там? Денис Посадовский. Денис Посадовский. Молодец, правильно так держать. Значит, как работает коммутатор? Еще раз. Вышли эти данные с компьютера 1 на компьютер 2. В коммутаторе таблица коммутации пуста. Он не знает, куда слать. Что он делает? Он рассылает кадр на все порты, кроме того, порта, откуда это дело пришло, и записывает в мак-адрес источника себе в таблицу коммутации. То есть, на первом порту находится мак-адрес АА. Дальше. Коммутер ББ начинает что-то отвечать на компьютер 1. Соответственно, коммутатор перешнет кадр уже непосредственно на разъем номер 1. И при этом запишет в таблицу коммутации мак-адрес источника в тот порт, на котором он находится. Соответственно, на втором порту появится ББ. Дальше. Начинает что-то слать компьютер 3. И его мак-адрес источника тоже появится в третьей, на третьем разъеме, на третьем борту. Вот так работает коммутатор. Дальше он уже пересылает непосредственно. То есть, когда известно куда отправлять данные, то данные отправляются только на тот порт, на который они идут. И нету вот этих рассылок на все порты, которые имеют недостатки, которые мы смотрели позже. Таким образом, коллеги, получается, что если коммутатор не знает, куда отправлять данные, он работает в режиме концентратора. Теперь вы поняли, почему это устройство 60 лет как этому хабу, но мы до сих пор его изучаем, мы до сих пор смотрим, что такое хаб. Почему это важно? Потому что коммутатор, когда он не знает, куда что отправлять, он работает в режиме хаба. Вот такая вот штука. Ну а теперь переходим к недостаткам. Какие есть недостатки, пожалуйста. Пишем недостатки. Задержка не решаем. Какие недостатки? Коллеги, пожалуйста, недостатки работы сети. Тут задержка просто. Незащищенность. Незащищенность. Но опять же память занимает таблица. Нету центрального управления. Еще. Память занимает таблица. Во. Значит, кто про память написал? Никита Бетин. Никита. Респект и уважуха. Значит, что с памятью происходит, коллеги? Дело в том, что вот эта таблица коммутации, она не резиновая. Она снизу ограничена. Я специально провел черту. Почему? Потому что таблица коммутации снизу ограничена. Соответственно, вы не можете взять и бесконечно заполнять ее. Не можете. Она ограничена. Соответственно, если коммутатор не может дописать MAC-адрес в таблицу коммутации, он переходит в режим концентратора. Еще раз. Если коммутатор не может сделать запись в таблицу коммутации, если таблица коммутации переполнена, он переходит в режим концентратора. Вот и все. Таким образом, для того, чтобы перехватить данные в своей сети, для того, чтобы сделать атаку и перехватить данные, что нужно сделать? Правильно, нужно вот эту таблицу коммутации забить до отказа. Как только вы ее забьете до отказа, будут трамплы. Какие? Очень простые. Коммутатор перейдет в режим концентратора, дальше вы придете на занятие, на третью главу и узнаете, как перехватить пароли улохов. Соответственно, дело в шляпе. Вот и все. Собственно, вот такой вот большой недостаток, то, что таблица коммутации легко, она ограничена в размере. Что еще важно, я хотел бы добавить и сказать, то, что на рынке есть коммутаторы очень дешевые. Ну, например, 5 долларов. 5 долларов коммутатор, вы его берете и покупаете. И чем это все закончится? Тем, что 5 долларов почему дешево? Потому, что таблица коммутации маленькая. Если вы возьмете устройство на базе ЦИСКО, вот почему ЦИСКО дорого? Все спрашивают, ЦИСКО дорого-дорого? Почему дорого? Да потому, что самый дешевый ЦИСКОвский коммутатор, он стоит порядка там 4 тысяч долларов, но в нем 4 с половиной тысячи функций. И в нем таблица коммутации 65 тысяч в 535 адресов. Представляете, 65 тысяч. Вот здесь вот 65 тысяч. Не 5. Не 5. А 65. Почему в режим хаба? Он же не начинает все объединять в домен коллизии. Просто использует бродкаст этого пакета. Бродкаст этого пакета. Значит, смотрите, что такое бродкаст? Что такое широковещательная рассылка? Широковещательная рассылка, когда у вас макадрес назначения какой? FFFFFF. Когда макадрес назначения все 48 единичек. Это называется бродкаст. Все остальное это не бродкаст. Вот нужно вот это разграничивать. То есть, вас на собеседование не возьмут. Почему? Вы не знаете, что такое бродкаст? Ну, в смысле рассылает всем. Рассылает всем. И широковещательная рассылка это разное. Ну, как вам сказать, вот есть рассылка, например, отправляем нашим студентам смс, что сегодня будет занятие. Это рассылка широковещательная. Почему? Она идет по всем студентам. А есть, ну, например, другое понятие. Я не знаю, кому слать, поэтому я буду слать всем подряд. Вот, кадры выглядят по-другому, да, то есть, вот у меня вот здесь вот в кадре макадрис назначения BBB. BB. А его получается C. А если бы макадрис назначения был FFFF, 12 FFFF, так коммутатор его честно взял и переслал. Вот это вот раз в две вещи, поэтому это не путайте. Это вот на то, что делают упор работодателей. То, что, это грамотность. Вы поймите, нужно говорить грамотно. То, что меня научили в КПИ как инженера, вы должны быть грамотны. Вы поймите, сеть может построить любой лох. Знаете, сколько лохов сейчас строят сети? А грамотных, о, извини меня, грамотного айтишника не найдешь. Вот такие вот нюансы. Значит, еще раз, коммутатор работает в режиме концентратора. Он рассылает кадры на все разъемы, кроме дрова. Разъем, откуда этот кадр пришел. Если не знает, куда отправлять этот кадр, если нету записи в таблице коммутации. Вот, таблица коммутации не резиновая, и ее растягивать сильно нельзя. Поэтому, если вы соединяете обычные дешевые коммутаторы за 5 долларов, узнайте, посмотрите, какая у них таблица коммутации. Если у вас дорогие устройства, цисковские девайсы, 65 тысяч адресов, таблицы коммутации, пожалуйста, можно соединить. Вот такие вот они, очень я такой сидел. Идем дальше. Значит, следующее, что мы с вами должны посмотреть, еще один большой, такой, очень большой и существенный недостаток, это существенный недостаток, это то, что вот такая вот сеть, такая вот сеть, она немасштабируемая. Что означает немасштабируемая? Немасштабируемая, это означает, что вы не можете ее сделать бесконечно большой. Ну, например, вы не можете такую сеть сделать там, вот сейчас, сейчас вот в интернете 10 миллиардов устройств. 10 миллиардов вы не можете сделать такую сеть на 10 миллиардов устройств. Почему? Потому что коммутаторы будут рассылать на все разъемы, кроме того, разъемы, откуда это пришло, да, то есть будет что-то похожее на вот этот браткаст, про который вы говорили. То есть сеть немасштабируемая. А, соответственно, как только начнется вот эти вот рассылки на все порты, будет перегрузка сети, это плохо закончится. Соответственно, еще раз, сети на коммутаторах, они немасштабируют. Их нельзя делать большими. Лишний трафик в сети, лишний, можно перехватывать чужой трафик, это не есть хорошо. Поэтому сети немасштабируют. Соответственно, придумали новое устройство, которое как называется? кто скажет, тому будет пирожок. Что, вообще нет вариантов? Варианты, варианты. Правильно, это устройство называется маршрутизатор. Маршрутизатор. Давайте посмотрим, как работает маршрутизатор. Я усложню схему, я сделаю две сети, вот здесь я сделаю еще три компьютера, плюс вот так это делаю, все будет у нас идти вот так. Что важно? Значит, еще раз. Задают классический вопрос. Что такое маршрутизатор? Как вы должны это говорить? Маршрутизатор это устройство, это устройство межсетевого взаимодействия. Что означает межсетевого? Это устройство, которое обеспечивает взаимодействие разных сетей. разных сетей. Значит, еще раз. Коммутатор это устройство, которое делает одну сеть, а маршрутизатор, которое обеспечивает обмен данными между разными сетями, между двумя, тремя и так дальше сетями. Так вот, что еще интересно? То, что с появлением маршрутизатора появляются IP-адреса. IP-адреса. Что такое IP-адрес? Что такое IP-адрес? Значит, коллеги, очень важный вопрос. Вы наверняка знаете такого классного парня, которого зовут Алексей Дурниев. Знаете, да? Значит, что это делает Алексей? Он берет камеру и направляет эту камеру на людей и спрашивает у них очень простые вопросы. Вы наверняка видели в Ютубе видео, которое называется «Что такое IP-адрес?» Чем это видео закончилось? Что на этом видео какая-то тетенька 12 с половиной минут мычит в прямом смысле этого слова и она не знает, что такое IP-адрес. Нужно знать, что такое IP-адрес. Почему? Алексей может взять и прийти завтра к вам и спросить вас, что такое IP-адрес. Так вот, еще раз, что такое IP-адрес? IP-адрес это адрес компьютера в сети, это адрес компьютера в сети, это логический адрес и иерархический уникальный. Это 32 бита, если это IP-4 адрес и 128 бит, если это IP-6. Значит, многие пишут, да, мне тут значит, коллеги помогают, говорят, что пишут. Значит, еще раз, IP-адрес это логический адрес и иерархический уникальный. Это 32 бита, это 32 бита, если это IP-4 и 128 бит, если это IP-6. Вот такая вот интересная штука. Пожалуйста, запомни. Так вот, я запишу, я не буду писать все 32 бита, я запишу только половину. Значит, 192, 168 я писать не буду, а вот здесь, например, напишу 10, 1, 10, 2, 10, 3, вот, и 10, 4. Вот, собственно, пример адресов. Дальше, с другой стороны, даже из 2 сети, соответственно, появляется другая сеть. 11, 1, 11, 2, 11, 3, 11, 4. Вим-то сети. Соответственно, как работает маршрутизатор? Давайте посмотрим детально, как работает маршрутизатор. Вы скажете, он маршрутизирует? Да, он маршрутизирует. Как он маршрутизирует? О таблице маршрутизации. Как выглядит таблица маршрутизации? Вот таким вот образом. Какие здесь есть поля в таблице маршрутизации? Первое поле есть сеть. Первый столбик. Второе поле, это шлюз. Что означает шлюз? Шлюз это, шлюз это, собственно, тот интерфейс, через который доступна удаленная сеть. Ну, например, Харьков, город Харьков, он доступен через Полтаву, Одесса доступна через Умань, Львов доступен через Ровну, и так дальше. то есть понятная идея, что через кого доступен. И последняя колонка, последний столбик, это у нас метрика. Что такое метрика? Метрика это стоимость маршрута. Ну, например, как можно попасть во Львов? Как можно попасть во Львов? Правильно, можно выйти, автостопом махнуть рукой и заработать денег. Вариант номер один. Вариант номер два. 120 гривен поезд Киев-Одесса. Да, вот. И вариант номер три. Автобусом поехать, например. То есть вы можете выбрать. Выбрать. Что для вас важно? Цена. Соответственно, вы метрика, то есть метрика, то есть метрика, она может мериться по-разному. Вот это вот, критерий выбора оптимальности, он может быть разным. Критерий выбора цены. Собственно, курс CCNA маршрутизации, коммутации, он так и называется, маршрутизация. Собственно, вы там учитесь выбирать правильный критерий для метрики, правильный критерий для оптимальности. Для кого-то важна цена, кто-то скажет, я хочу лететь на самолете, потому что мне нужно быстро. Кто-то скажет, ну блин, я проедусь и заработаю денег. Понимаете, да? То есть оптимальность может мериться разными параметрами. Поэтому метрика это важный параметр, мы будем сейчас дальше смотреть его. Вот так вылили таблицы маршрутизации. Значит, еще раз, какие поля? Сеть, шлюз, метрика. Давайте заполним таблицу маршрутизации. Какие у нас есть сети? У нас есть две сети, они непосредственно подключенные, да, и connected, поэтому они сюда попадают. Значит, сеть 10-0 слэш-24 Что такое слэш-24 поговорим чуть дальше. Доступно через кого? Какой у нас тут шлюз будет? Правильно, через 10-1 и метрика, например, 10. Вторая в нас есть, какая? 11-0 слэш-24 Доступно через кого? Через шлюз 11-1 И метрика, например, тоже 10. Так вот, как работает маршрутизатор? Он просто пересылает пакеты между сетями. Он смотрит, какая сеть доступна через какой шлюз. Ну, например, если мы шлем пакеты на компьютер 11-4 соответственно, пакет попадает в маршрутизатор и по таблице маршрутизации мы смотрим 11-4 как попасть в 11-4 правильно нужно отправить вот сюда вот в этот интерфейс на этот маршрут и соответственно пакет попадает на эту сторону и отправляется в ту сеть. Вот так работает маршрутизатор. Еще раз, маршрутизатор работает как бабушка бабушка на почте. Она сидит и сортирует пакеты ну, в смысле конверты посылки. значит, это туда, это налево, это направо, это в Киев, это в Одессу, это в Харьков, а это можно прикарманить и так дальше, да. То есть, вот такой вот принцип работы маршрутизатора. Если вопросы по этому, значит, еще раз, как работает маршрутизатор? Пересылает пакеты в те сети, которые описаны в таблице маршрутизации. Вот, собственно, пересылает на шлюз, то есть, то, через кого эта сеть доступна. Есть вопросы. Значит, коллеги, пишем вопросы, я готов на них ответить. Походу, здесь все понятно. Так, понятно, да? Понятно? Начислим. Так, там кто нас онлайн слушает в нашей конференции? Вот, кто нас тут слушает? Значит, Владислав, как меня слышно? Прием, прием. Так, Бабушки, на лавочке это фаервол. Да. В чем разница метрики? В чем разница метрики? Больше, меньше приоритет. Значит, метрика, она показывает стоимость маршрута. Чем меньше, тем лучше. Чем меньше метрика, тем маршрут дешевле. Ну, вот, как попасть в Одессу? Я уже говорил, да? Самый дешевый способ заработать деньги, махнуть рукой и заработать деньги до Одессы. Важно не то, какое тут число. Важно, чтобы была разная стоимость. То есть, метрика, она начинает влиять, начинает влиять качественно, если вы, если вы, если у вас есть несколько маршрутов к одной сети. То есть, если у меня здесь было написано, сеть 10.0 доступна там через еще кого-то, 10.0 доступна еще через кого-то. И тогда по метрике вы выберете самую классную сеть, которая самая дешевая у вас будет путь. То есть, главное для метрики, чтобы они были у вас разные. Не важно, какая там цифра. Там может быть миллион, например, да? Если вы возьмете протокол динамической маршрутизации EIGRP, то в EIGRP метрики очень большие. Ну, например, 1 миллион там, да-да-да-да-да, сколько это там этот? Ну, как правильно Олег здесь написал, что каждый протокол вычисляет метрику по-своему? Да. смысл такой, что вот эту метрику обычно вычисляет протокол динамической маршрутизации, но вы можете тоже это вписать. Значит, кто сюда заносит, вот в таблицу маршрутизации, кто заносит маршруты? Вы их можете занести самостоятельно, это называется статическая маршрутизация, но недостаток статической маршрутизации в том, что если у вас много сетей, то вы задолбетесь их вписывать вручную. Если же вы хотите, чтобы все работало автоматически, то у вас есть такая штука, которая называется протоколы динамической маршрутизации. Например, какой протокол? И HRP, ОСПФ, тот же самый BGP, кто там еще у нас остался, РИП банальный, там, АС, АС и так далее. То есть, вы можете выбрать тот протокол, который вам нужен, который вам нравится, например, который поддерживается на этом железе. и, соответственно, сюда будут вноситься эти самые записи. Олеся спрашивает, эта таблица имеет ограничения? Значит, теоретически она ограничения не имеет, но практически, ну, например, расскажу пример. Значит, вот, по-моему, с прошлой, или вот с этой группы, по-моему, с прошлой нашей группы, которую студенты к нам пришли, пришел парень и говорит, я хочу поставить микротик. Микротик, слышали о таком маршрутизаторе? Я говорю, ну, ставь, но он у вас будет плохо работать. Почему? Я отвечаю, потому что в нем память ограничена, оперативная память ограничена. То есть, таблица маршрутизации размещается в оперативной памяти. Так вот, если вы хотите запускать BGP, BGP, вы знаете, это глобальный протокол маршрутизации, то таблица маршрутизации в BGP имеет 550 тысяч записей. 550 тысяч, представляете? Чтобы засунуть в таблицу 550 тысяч записей, нужно 6 гигабайт оперативной памяти. А этот парень пришел и говорит, я поставлю микротик, я говорю, сколько там памяти? 512 мегабайт. Вы понимаете, так 512 мегабайт и 6 гигабайт. Пиписька сильно короткая, если просто. Соответственно, нужно это дело понимать, что вы сюда собираетесь запихивать. Вот почему. Если вы возьмете маршрутизаторы провайдерского уровня, там, ISR, там, 9-тысячные, да, например, там же цена вопроса 40 тысяч долларов. За что они берут 40 тысяч долларов? Вот-вот за длину вот этого таблицы маршрутизации. А если вы возьмете микротик, там, 38 евро, заплатил и получил себе проблему на полу. Да, там писали, передайте привет Елене Старковой. Да, Елена, кстати, коллеги, Елена ведь идет занятие, там, по маршрутизации, базовая настройка маршрутизатора в соседнем классе. Передадим привет. Передадим привет. Может быть, опять-таки, кому будет интересно, может быть, сделаем трансляцию по настройке маршрутизатора, если он будет именно уже, там, более практический курс был что-то там поковырять. Вот, если интересно, пишите в комментах. В Яндексе был случай, когда маршруты из BGP бросили в ОСПФ и все упало. Значит, коллеги, вот эти сложные вопросы, потом, как правильно ретранслировать маршруты с одного протокола в другой, это все детально изучается в курсе CCMP. В первой части, в первой части CCMP, это курс Раут, и там вот эти нюансы все изучаются. Мы даже делаем эти лабораторные работы, когда маршруты, например, с ОСПФ нужно кинуть в EGRP или, наоборот, с BGP в ОСПФ. Это все изучается, это, но это очень тонкие настройки, вы поймите, то есть, вот это нужно очень хорошо понимать для того, чтобы понимать, как транслировать вот эти маршруты. Это не вопрос, это просто история такая веселая. Веселая история. Да, мы точно такое бывают. Я с вами согласен. Значит, пишет плюсики насчет практики с маршрутизатором. Хорошо, давайте, вот, может быть, я просто делаю в том, что завтра уезжаю, если бы я не уезжал, мы бы сделали практику по маршрутизатору. Но я думаю, что еще будем. Да, будем, будем, доживем, сделать. Значит, что еще я вам хорошего хотел рассказать? Значит, смотрите, мы с вами вот так вот нечаянно, не глядя, Что такое модель OSI? Это то, что спрашивают на собеседании. Это эталонная модель взаимодействия открытых систем. Эталонная модель взаимодействия открытых систем. Запишите OSI. Эталонная модель взаимодействия открытых систем. Это повод с вами начать говорить. И вы должны понимать, как она работает. Мы с вами изучили три уровня. Первый уровень был физическим устройством, которое называлось HUB. Второй уровень был канальный. Мы говорили, что у нас появляется канал, что у нас появляется коммутатор, это устройство, которое обеспечит вот этот канал. Там есть адресация, MAC-адреса, источника, назначение, там есть кадры на канальном уровне. И сейчас мы с вами посмотрели третий уровень модели OSI, который называется сетевой. Значит, на сетевом уровне появились IP-адреса, появился маршрутизатор и появился такой процесс, который называется маршрутизацией. Выбор оптимального пути доставки пакета. Таким образом, мы прошли три уровня модели OSI из семи. Сейчас мы дойдем дальше. Значит, четвертый уровень модели OSI, это вот какой есть недостаток в этой сети. Кто напишет, какой есть недостаток в этой сети, или скажет, кто тут сидит в самой месте в классе. Потеря пакетов. Потеря пакетов. Согласен, может быть, еще варианты. Это не самый важный недостаток. Так, кто напишет? Кто напишет, тому пирожок. Недостаток в этой сети. Недостаток. Вот, вроде есть маршрутизация, все круто. Но есть недостаток, какой? Чего-то все молчат. Ну, варианты, варианты, варианты. Что в первый уголок приходится? Безопасность. Да, ну, я знаю, такую кидала, у нас тут все кричат «безопасность». А в чем безопасность или не безопасность? Если один линк fail, access. Если один линк упадет. Если все обойдет, линк у роутера, что? Если линк упадет, то что происходит, когда линк у вас падает? Коллеги, вот, кстати, это вот хороший вопрос. Значит, у меня, значит, звонит мне один студент с банка, один из крупных украинских банков, и говорит, слушай, у меня есть в таблице маршрутизации запись, а удалить не могу. Что делать? Так вот, как она там появилась, вот эта запись? Дело в том, что если у вас линк падает, а запись здесь была, то вы ее удалить не сможете. Это реально большая проблема. Нужно поднять линк, удалить запись, и потом вот было такое в одном из украинских банков. Значит, недостаток. Ну, хорошо, не буду вас мучить. Самый большой недостаток в этой сети, это то, что вы можете делать всего лишь одно соединение. Одно соединение. Ну, например, вы вот с этого компьютера можете сделать соединение на это всего лишь одно. Все. Больше вы не сделаете. Почему? Компьютер не знает, как эти данные отличить. А у меня, например, на телефоне стоит 112 приложений. 112 приложений. Я хочу одновременно сидеть в Фейсбуке, я хочу сидеть ВКонтакте, я сижу в Инстаграм, я сижу, в чем там я еще сижу, Линкине. Почта. Там, почта, там, несколько аккаунтов и так дальше. Это все. Это я хочу, чтобы минимум было. А здесь вот можно сделать только одно соединение. Я больше чем уверен, что у каждого из вас сейчас открыты несколько вкладок в вашем браузере. Вам нужно много соединений. И в такой сети много соединений сделать нельзя. Как поворотить эту проблему? Для этого появляется четвертый уровень модели ОСА, который называется транспортный. И на транспортном уровне появляются порты назначения и источника. И вот эта штука, которая запаковывается в сегмент, появляется сегмент, внутри которого есть порт назначения и источника. Ну, например, в HTTP порт назначения 80, Telnet 23, SMTP 25, какой там еще, и MAP 143, POP3 110 и так дальше. То есть появляются порты. Соответственно, протоколы классифицируются по портам назначения. Порты источника выбираются любые случайные от 1024 включительно по 65535. И таким образом получается у вас транспортный уровень, на котором работает куча-куча протоколов. У меня еще раз на телефоне 112 приложений стоит. И всеми ими я пользуюсь. Вот для этого нужен транспортный уровень. Окей, понятно, да, прошли 4 уровня модели ОСА. Значит, следующие уровни, они несущественные. То, что спрашивают сетевиков, это в основном вот нижние 4 уровня модели ОСА. Вопрос, на каком курсе изучается NVGRE? Это на CCNP изучается. В CCNP в курсе РАУД. Хорошо, дальше, наверное. Идем дальше. Значит, коллеги, если вы думаете, значит, еще раз. Если вы думаете, что вас будут на собеседовании спрашивать сложные вещи. На собеседовании спрашивают очень простые вещи. Рассказываю, как проходит собеседование. На входе сидит бабушка. Бабушка. Почему на входе сидит бабушка? Потому что только бабушка может пережить 650 человек в день. Только бабушка может пережить 650 человек в день. Эта бабушка пережила Сталина. Она пережила Гитлера. Она пережила Хрущева со своей кукурузой. Она пережила этого, что Союз развалил, как его скажите. И вот этих вот, которые Украину там доразвалили. Вот. Она всех этих людей пережила. Поэтому на входе сидит бабушка. У бабушки есть 10 вопросов. Каких вопросов? Вот этих вот. Что такое хаб, как он работает? Что такое свитч, как он работает? Что такое маршрутизатор, как он работает? Что такое IP-адрес? Вы поймите, бабушка надела очки, и она сравнила ваши ответы. Значит, меня знакомый, коллега, нанимает персонал. Нанимает много персонала. По его статистике, на 650 человек с одним можно только начинать работать. С одним, вы думаете, представляете, да? Расскажу вам реальную историю. Значит, девушку зовут Мария. Это студентка, выпускница нашей академии. Вот. Она, это студентка, ну, уже 5-го курса. Она вот пришла к нам, поучилась 2 месяца и нашла себе работу. Каким образом? Она устроилась на работу айтишницей. Вот она пришла и говорит, Константин Васильевич, спасибо вам большое. Вы мне сильно помогли. Я говорю, чем помог? Ну, вот я пошла на работу. Меня там спросили модель ОСА. Я ее нарисовала, рассказала, как она работает. И мне мой босс сказал, слушай, ты первая, кто ее нарисовал. А тут приходили такие айтишники с 10 летом опыта, хотели полтора килобакса денег. Ну, мы возьмем тебя на работу. Вот ее взяли на работу. Вот реальный кейс, как устроиться на работу по простым вещам. Никто не спрашивает сложные вещи, запомните это. Может быть, потом уже будут спрашивать. Дальше, ну, я потом расскажу, ну, кому будет интересно, значит, есть работодатель, который, наоборот, спрашивает много, чтобы платить меньше. Расскажу тоже, как с этим бороться, как продавать себе правильно, для того, чтобы зарплата соответствовала вашему уровню. И вот, 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 чтобы вас не нагибали зря. Так вот, идем дальше. Значит, следующее, что я вам хотел рассказать, что такое ARP. Значит, что такое ARP. Значит, есть одна большая проблема. Какая? У нас есть MAC-адреса, вот они, они есть на канальном уровне. Они есть на канальном уровне. И у нас есть IP-адреса, это логические адреса. И эти уровни между собой никак не связаны, понимаете, да? То есть, MAC-адреса вшивают китайцы, IP-адреса назначаете вы, например. А как их связать? Как запаковать пакет в кадр? Вот для этого существует ARP. Что такое ARP? Адрес с Resolution Protocol. Это протокол, который позволяет связать IP-адрес и MAC-адрес. Как работает ARP? ARP это как раз широковещательный протокол, это бранкасный протокол. Как он работает? Ну, например, вам нужно отправить данные на компьютер 10.4. Что вы делаете? Ну, вы не знаете его MAC-адреса. Вы знаете его IP-адрес. С помощью DNS, например, вы его узнали и так дальше. Но вам нужен MAC. Как его узнать? Вы швете широковещательную рассылку. MAC-адрес назначения FFFFFFFFFF и так дальше. Эту рассылку коммутатор рассылает на все порты, кроме того порта, откуда это пришло. Компьютер, например, КОП-3, ловит эту рассылку и смотрит. Смотрит, что находится внутри рассылки. Внутри рассылки находится IP-адрес 10.4. Он проверяет свой IP-адрес 10.4. И какой внутри рассылки? Внутри рассылки 10.4. О, круто! Значит, это меня спрашивают, какой у меня MAC. И назад уходит MAC-адрес. Вот таким вот образом работает ARP. Значит, еще раз. Как работает ARP? Вы делаете широковещательную рассылку и кричите. Ау! 10.4! Какой у тебя MAC? Ну, и назад приходит MAC. Вот такой вот принцип работы протокола ARP. Значит, какой есть недостаток в ARP? То, что это широковещательный протокол. И если у вас большая сеть, то много рассылок. Много рассылок. Ну, и это плохо заканчивается. То есть, вот рассылается, 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 рассылается. Все это дело. Вот, сеть перегружается. Поэтому постарайтесь, чтобы сети у вас были маленькие. Значит, с этим все. Дальше переходим к IP-адресации. Если есть вопросы, пожалуйста, пишите. Я готов на них ответить. Там писали, что о меня на собеседовании про STP спрашивали. Про STP. Ну, подождите. Это вообще супер. Так, еще вопросы есть? Коллеги, я понимаю, что хочется сразу и все. Но давайте же мы потихоньку. До STP еще далеко. Очень далеко. Очень далеко. Но это повод сделать трансляцию, рассказать, как работает STP. Вот, давайте сделать. Ну, там недолго, рассказывай, там минут 20. Значит, надо ограничить виланами. Да, нужно разделять на виланы, на подсети и так дальше. STP – это страшная тема. Чего страшного? Ничего там страшного нету. Значит, нужно просто нарисовать три коммутатора, закольцевать и все. И посмотреть, как происходит выбор. Как найти причину потерь в сети? Значит, как искать причину потерь? Нужно смотреть интерфейсы. Смотрите. Show interfaces. Какие поля вы должны обратить внимание? Ну, я расскажу относительно оценки. На других коммутаторах точно так же. Show interfaces и смотрите коллизии. Ранние коллизии, поздние коллизии, ошибки контрольной суммы. Нужно вот по вот этим вот вопросам, по вот этим вот полям искать тот интерфейс, где у вас вот такие вот проблемы. Значит, рассказываю реальную ситуацию. Значит, один большой банк звонит мне, наш студент, и говорит, слушай, такая проблема, у нас не работает колл-центр. Вот, вот когда там мало звонков, все хорошо, но как только наступает день, вот не ходит трафик, где-то вот где-то проблемы. Помоги найти. Не могу найти. Значит, как искать? Еще раз. Show interfaces. Смотрите все интерфейсы. Коллизии. Ранние, поздние. Ошибки контрольной суммы. Входные input errors, output errors, все это дело смотрите. Это проблема в физике. Физике. То есть, где-то у вас патч-кор битый. Или вот, может быть, оптоволокно. Или SFP модуль. То есть, нужно искать именно вот физику. Детально рассматривать. Где-то. Просто брать и искать. Найдете. Там ничего такого суперсложного нет. Так вот. Идем дальше. Значит, следующее, что я вам хотел рассказать. Это IP-адресацию. Потому что это важно. Это мало кто вообще понимает. Хотя это не сложно. 192, 168, 10.5, 255, 255, 255.0. Давайте посмотрим, что это такое. Зачем это нужно. Так вот. Для того, чтобы рассчитывать сети. Для того, чтобы рассчитать маски и все остальное. Это все дело считается в двоичном виде. В двоичном виде. Поэтому давайте мы все запишем в двоичном виде. Чтобы вы могли это все дело. Вот тоже все это дело. Вот. Работало. Значит. Ну что, пишем 192. Значит, коллеги. Как научиться вот это дело все переводить в двоичный вид. В десятичный. Да. Это нужно себе в голову засунуть табуретку. Циска это понимает. Поэтому для решения этих проблем есть игры. Да, да, коллеги. Нужно брать учиться играя. И это прикольно. Учиться играя. Для этого есть игра. Называется Циска Binary Game. Пишется Циску Binary Game. Значит, вбейте в Google. Найдите. Поиграйте. Играйте неделю. И через неделю вы с легкостью будете переводить двоичный вид. Номера бакшруток. Трамваев. Троллейбусов. И всего остального. То есть, все, все, все. Это дело нужно переводить с легкостью в одну систему, в другую систему. И без всяких вот сложностей. Вот такая вот интересная штука. Значит, как это дело все мы будем делать? Значит, для того, чтобы переводить двоичную систему, то каждая единичка, каждый нолик в двоичной системе имеет вес. Вес. Давайте посмотрим, какой конкретный, как его посчитать. Значит, два в нулевой степени, два в первой степени, два во второй степени, два в третьей степени, два в четвертой, два в пятой, два в шестой и два в седьмой степени. Давайте мы напишем вес этих всех ноликов и единичек. Два в нулевой степени, сколько будет единичка, два в первой, два, два во второй будет четыре, два в третьей будет восемь, два в четвертой шестнадцать, два в пятой тридцать два, два в шестой шестьдесят четыре и два в седьмой сто двадцать восемь. Вот, собственно, коллеги я написал вес вот этих всех ноликов и единичек. Пожалуйста, если вы плохо считаете в голове IP-адреса, перевод в двоичную систему, в десятичную, пожалуйста, нарисуйте вот такую вот табличку, и вы с легкостью сможете это дело все потом посчитать, не ошибившись. Так вот, что такое 192? 192 это 128 плюс 64. Надеюсь, вы согласны с этим. Значит, пишет 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Согласны? Так, я только начну писать сначала строки, сначала доски, чтобы места хватило. Значит, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 нулей. Дальше, 168. Что такое 168? 168 плюс 32, это будет 160. Дальше, 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Что такое 10? 10 это 8 плюс 2, правильно? Правильно. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 0, 1, 0. Что такое 5? 5 это 4 плюс 1. Согласны? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 0, 1. Вот наш IP адрес 192.168.10.5 записанный в двоичном виде. Дальше, давайте 255, 255, 255, 255 распишем тоже в двоичном виде. Что такое 255? Это 8 единичек, правильно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Что такое 0? Это 8 более. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так вот. Класс. Перевели. Значит, перед этим был такой вопрос. Что такое 192.168.10.5.24? Коллеги, что такое слэш 24? Слэш 24 это маска под сети. Это количество бит в маске под сети. Тогда что же значит? Откуда берется 24? Вот здесь вот 8. Вот здесь вот 8. И вот здесь вот 8. Трижду 8 будет сколько? 24. 24. Вот откуда, собственно, взялась вот эта вот слэш 24. Идем дальше. С класской понятно. Если непонятно, пишите вопросы. Ну, как там есть вопросы? Будет запись прима. Что тут происходит? И все в таком итоге. Что происходит? Учимся считать паспи. Это в собеседованиях спрашивают. Да, коллеги. Значит, еще раз. За что я люблю ЦИСК? За то, что можно быть полным дебилом и получать 2000 плюс зарплаты. Евро. 2000 плюс евро зарплаты. Почему? Значит, как высчитывается дальше сеть? Множится. Делается логическая операция И. Побитовая логическая операция И. Если 1 умножить на 1, сколько будет? 1. 1 умножить на 1. 1. 1 умножить на 0. 0. 0. 0. 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вы теперь понимаете, что можно быть полным дебилом и получать 2000 евро зарплаты. Что тут сложно? Кто там говорит, я не могу это освоить? 1, 0, 1, 0, 1. 1, 1, 2, 3, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Дальше. Последний актет. 0и умножатся на любое число, будут нули. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот мы перемножим. Что это такое, то, что мы получили? Переводим опять в десятичную систему. 192, 168, 10. А вот здесь будет 0. Что это такое? Вот эта штука, то, что у нас получилось, называется идентификатор сети. Network ID. Этот IP-адрес не используется. Он зарезервирован за компьютером. Извините. За сетью. Это название сети. Network ID. Вы говорите быть дебилом и получать 2К евро, как будто это хорошо быть дебилом. А зачем? Нет, это хорошо. Вы поймите, зачем мне стараться? Зачем? Я почему это говорю? Многие говорят, я хочу стать кодером. Я хочу быть программистом. Программистами стоят только лохи. Почему? Потому что нужно очень много учиться. Вы поймите. За год меняется полностью все. Пока вы изучаете Python, он уже вышел. Сейчас модно Ruby. Тоже вышло. И так дальше. Понимаете? Go. Язык Go. Сейчас вот у нас студент один устроился DevOps. Изучил сети, научился писать на Go. Пошел в Google писать. Вот. Понимаете? Меняется очень сильно все. Сети. Срочно стать дебилом. Сети. Вы понимаете? Сети, они не меняются. Вот это нужно делать всегда. Сейчас появился IPv6. IPv6 там то же самое. Понимаете? Вот технология поменялась. Вот к нам приходят, к нам многие интернет-сервис-провайдеры отправляют студентов, сотрудников толпами. Толпами. Никто не умеет IPv6 работать. А там вот это. Понимаете? Вот это. Что там сложно? IPv6 это просто ужас. Да ничего сложного нету. Один нужно множить на ноль. Блин. Ёлки-моталки. Что ж там сложно так? Так вот. Идентификатор сети. Значит, что важно, коллеги? То, что вот эта вот часть, вот та часть, где у нас нолики в маске под сети, нолики заменились. На единицы, на нолики перешли. Левая часть называется сетевой сеть. Да? Это сеть у нас. Network. А правая часть называется хост. Узловая часть. Таким образом, таким образом, слева все, что относится к сети, справа все, что относится к узбоку. Что еще важно? Есть куча вопросов на собеседовании. Например, выберите правильную маску со списка или выберите неправильную маску из списка. Коллеги, правило для маски под сети. Это единицы, которые идут слева направо. Как только встретился ноль, дальше идут нули. Значит, еще раз. Единицы слева направо. Как только встретился ноль, дальше идут нули. Соответственно, маска под сети. Какая может быть маска под сети? Ноль, 128, 192, 224, 240, 248, 252, 254 и 255. Вот такие могут быть маски. Соответственно, не ведитесь, не лоханитесь в этом ходе субдев. Для того, чтобы сдать CCNA, нужно знать вот эту вот всю математику. Очень простую математику 9 класса. 40% вопросов в CCNA сводится к сабнетингу. К расчету вот этого всего дела. 40%. Поэтому, если вы хотите сдать CCNA, построите правильную стратегию. Какая стратегия? Идеально знать сабнетинг. Тут не может быть двухзначных вопросов. Вот может быть среди вас есть те коллеги наши, кто может быть не сдал CCNA. Вот есть люди, кто не сдал? Или кто сдал? Напишите, сколько там сабнетингов в комментах. Кто сдал CCNA? Кто сдал CCNA? Кто сдал CCNA? CCNA-шники наши, где вы там? Пишите. Сейчас, секунду. Значит, кто сдал, напишите, пожалуйста. Сколько вопросов? 40%? Сейчас CCNA 2.0, сабнетинга там вообще почти не было. Сейчас CCNA 3.0. Да, 3.0. Сейчас, значит, 2.0. Вы застреляли. Сейчас 3.0 CCNA уже на дворе. Ну, 40% это перебор. 3.0. Ну, в... Вы поймите, они косвенные. Ну, например. Там не прямо не написано. Там не написано «Рассчитай». А там написано «Выбери неправильную маску». Понимаете? То есть вы должны взять и это дело все перевести. То есть косвенно они сводятся к расчету. Косвенно. Там прямо никто не пишет. Возьми калькулятор, распиши. Или там напиши на бумажке. Там написано «Выбери неправильную маску». Или «Выбери правильную маску». Или «Посчитай маску, чтобы помещалось определенное количество аббедресуртов». То есть все это дело выбирается таким вот образом. Значит, бродкастный. Бродкастный – это то, что наш коллега только что писал. Значит, это широковещательный адрес. На этот адрес шлются всевозможные широковещательные рассылки. Ну, например, Microsoft-кий протокол NetBIOS. Да? То есть это который расшаривает принтеры, папки по сети. Вот он как раз шлет. Windows как раз шлет рассылки на вот этот самый последний IP-адрес. Что он шлет? Меня зовут Windows, у меня расшаренная папочка C$, D$, у меня расшаренная папочка… какая там папочка у вас расшаренная? И так дальше. То есть все вот таким вот образом шлется на вот этот самый последний IP-адрес. Как результат, компьютеры друг друга находят вот по этому вот адресу. Значит, это по саммейтингу. Если вопросы, задавайте. Значит, ну IPv6 не надо. Вот прям сейчас. А то сейчас кто-то напишет. Распишите IPv6. Попишите IPv6, давайте сделаем отдельно. Попишите. Отдельно, да. Я не хочу вам вымихнуть мозг. Я не хочу, чтобы вот вы сказали, блин, проще мне выучить Гоу. Проще мне стать программистом. Только начал сеть и учить, все изи. Все изи, да. Как посоветуйте получать CCNA одним экзаменом или двумя? Значит, коллеги, наша практика такая, что CCNA лучше сдавать двумя экзаменами. У нас есть нехорошая статистика, что те, кто ходят сдавать CCNA одним экзаменом, они не сдают его. У нас есть два человека на сотню, у нас 2% не могут сдать CCNA. Почему? Они сдают все вместе. Я им говорю, сдавайте по отдельности. Они говорят, не, вы шо? Я говорю, это надо идти. Второй раз. Второй раз. В результате он тратит 300 баксов и нихера не сдает. Поэтому не повторяйте их статистику. Я очень вас прошу, разбейте на две части, это легче. Сколько хостов в маске с вами 24? Теперь по поводу хостов. Количество хостов. Формула очень проста. 2 в степени m минус 2. m это вот это вот количество бит в узловой части. Понятная идея, да? Значит, в нашем примере это 2 в восьмой степени минус 2. Считаем 256 минус 2 будет 254. Понятно. Почему минус 2? Потому что, потому что самый первый IP адрес, это идентификатор сети, он зарезервирован. И самый последний IP адрес, который 255, он зарезервирован за широковещательными рассылками. Поэтому делается минус 2. Получается 254 узла. Может, видите, оператор неправильно прочитал. Извините, пожалуйста. Значит, сайдер. Classless Interdomain Routing. В чем смысл сайдера? В том, что вы используете бесклассную маршрутизацию. Что означает бесклассная маршрутизация? То, что вы маску под сети можете двигать. То есть, в этом примере я написал сеть класса С. Сеть класса С. Что это означает? Это означает, что маска под сети здесь по умолчанию 255, 255, 255, 0. То есть, маска Слэш 24. Сайдер означает, что вы можете маску подвинуть. Подвинуть вправо. Насколько вам нужно. Насколько взять и подвинуть, и сгенерировать себе больше сетей. В этом и преимущество. То есть, преимущество в том, что можно дробить сильнее. Поэтому дробите сети. Зачем? У вас будет маршрутизатор выступать устройством, в котором... О, нормально. Чем меньше сегмент сети, тем проще отслеживать всякие штормы, коллизии и прочую лабуду. Да, согласно. Не прерывалось? Ну, уже нормально все, да. Да, оно привисло, что там. Если хорошо нас слышите, поставьте плюсик. Коллеги, поставьте плюсик, потому что что там... Что-то у нас завекануло. Дудос. Так что слышно? Да, вроде да. Плюсик. Так, плюсики, плюсики, плюсики. Да. Ну что, идем дальше. Слышно, да? Хацкиры наступают. Потеря пакетов. Потеря пакетов. Русские хакеры. Быстро выясни, о чем причина. Видеозависает, будет ли запись. Запись будет. Да. Вы на РТФ? Я преподаю в трех университетах, коллеги. Вы только на РТФ. Так. Еще вопросы есть? Мы переходим к следующей части. Сейчас имеется в виду. Значит, что дальше будет... В Москве, мы в Киеве. Дальше будет практическое занятие. Нужно будет... Нужно будет... Что нужно будет? Нужно будет нарисовать, как выглядит сегмент, как выглядит пакет, как выглядит кадр сети. В каждом участке сети. Давайте это сделаем. Значит, у нас будет три маршрутизатора. Значит, это классический вопрос из собеседования. Для того, чтобы понять, как человек понимает маршрутизацию или не понимает. У нас будет компьютер с левой стороны. И у нас будет сервер. Сервер будет с правой стороны. Значит, для того, чтобы сеть состоялась, вы уже знаете необходимые MAC-адреса. Поэтому давайте их запишем. А0, А1, А2, А3, А4, А5, А6, А7. Это MAC-адреса. Я не буду писать все 13 бит. Я запишу только самые-самые важные. Дальше. Нам необходимы IP-адреса. Значит, 192, 168 я писать не буду. Ну, вы должны понимать, что это есть. Я запишу 10, 1, 10, 2, 11, 1, 11, 2, 12, 1, 12, 2, 13, 1, 13, 2. Значит, какая у вас будет задача? Сейчас, коллеги, берите конспект, пишем. Какая будет задача? Сделать HTTP-запрос. Значит, еще раз. HTTP-запрос на 13, 2. На 13, 2. На 13, 2. Значит, нужно нарисовать, еще раз. В каждом участке сети, как выглядит, сегмент, пакет, кадр. Здесь, здесь, здесь и здесь. Что важно? Для того, чтобы усложнить задачу, вот на этом интерфейсе у нас будет работать PAD. Что такое PAD? PAD это один из видов НАТО. Вы знаете, есть три типа НАТО. И, соответственно, один из типов НАТО будет называться PAD. Давайте сделаем. Значит, я нарисую в одном участке сети, а дальше вы нарисуете в остальных. Вот такая вот задача. Значит, какие у нас участки сети? Еще раз. Первый участок, второй участок, третий и четвертый. Вот в каждом участке сети нарисовать полностью все. Значит, с чего нужно начинать, коллеги, с чего нужно начинать рисовать? Всегда с чего нужно начинать рисовать ваши датограммы. Всегда нужно начинать с данных. Запомните, всегда нужно начинать с данных. Почему? Вы никогда не ошибетесь. Дело в том, что может быть хитрая балансировка нагрузки. Может быть несколько шлюзов у вас. Может быть какие-то паты, наты, шматы, там все что угодно. Но вы никогда не ошибетесь, если будете начинать рисовать с данных. Значит, я рисую с данных. Вот мои данные. Вот они. Data. Дальше. Наши данные, наш HDP-запрос, он достаточно большой. Он разделяется на сегменты. На более мелкие куски, которые могут пройти по сети. Соответственно, спереди дописывается порт назначения. Какой порт назначения в HDP? Давайте быстренько. Ага. Правильно. Дописывается порт источника. Какой порт источника выбирается, кто знает? Порт источника выбирается любой случайный, выше 1024 и выше. По 65535. Я напишу 5140. Почему? Ну, случайным образом я выбрал выше 1024. Вот эта вот штука называется сегментом. Вот эта вот штука называется сегментом. Что будет дальше? Дальше мы наш сегмент упаковываем в пакет. Спереди дописываем IP-адрес источника, IP-адрес назначения. IP-адрес источника какой у нас будет? 10.1. А назначение какое будет у нас? 13.2. И вот эта вот штука, или шняга, кому как легче, называется IP-пакетом. Что происходит дальше? Дальше мы наш IP-пакет записываем в кадр. В кадр. Записываем в кадр наш IP-пакет. Соответственно, спереди дописываем MAC-адрес назначения. MAC-адрес источника. Какое MAC-адрес назначения будет? А1. А источника? А0. Что еще важно? То, что в конец кадра вот сюда дописывается контрольная сумма. CS. CRC-1. И вот это вот все вместе называется Ethernet Frame. Вот я вам детально, коллеги, расписал, как выглядит кадр, пакет, фрейм полностью всего в конкретном участке сети. Так вот, вот это тоже хотят видеть у вас на работе. Почему? Почему это важно? Если человек понимает, как данные инкапсулируются, как они упаковываются, как они распаковываются, то в результате вы можете настроить дальше маршрутизацию. Вы понимаете, как это все получается. А то так. Хочу разобраться в BGP, но не знаю, как выглядит пакет. Это классический вопрос. Значит, что мы делаем дальше? Рисуем все эти данные в следующем участке сети. Я вот подписи вытираю, вытираю подписи, вот, и дальше буду вызывать кого-то к доске. Ну что, вы готовы к доске? Как не готовы? Давайте, нужно стать себя наизвестным. Но вот я же не боюсь и сниматься. Это все равно, давайте. Давайте, давайте, не бойтесь. На крайнях... Идите же на работу в ЦИСК. Вы же ходите на работу в ЦИСК. А там, там, Южный. Так. Нужно начинать всегда с данных. Почему нужно начинать с данных? Потому что есть хитрые переадресации, и можно лохануться. Если будете начинать с данных, никогда не ошибетесь. И это важно. Дальше. Какой будет порт назначения? Ну, если вы можете теперь то грям. Да, будет 80. Порт источника? Ну, грям аналогичный. В принципе, в завтите или... Будет тот же. Почему будет тот же? Потому что мы с сервера... Потому что назад будет идти ответ. Понятно, да? То есть, вы когда вот в браузере вот крутится вот эта штука, кружок этот, вы ждете ответ, что вам в сервер пришлет данные. Вы их распакуете и нарисуете страницу. Дальше решим свой пакет. Так. IP-адрес источника какой будет? Ну, мы снова переходим. Да, будет именно ваш IP-адрес. 10.1. Почему будет ваш IP-адрес? Потому что, когда вы открываете... Это будет обращаться обратно, Ален? Нет, мы идем сюда. Мы идем в эту сторону. А-а-а. IP-адрес источника будет такой же. 10.1 будет вашего компьютера. Потому что, когда вы открываете Порнхаб, то он должен открыться в вас, а не в вашего босса. Ясно. Поэтому мы здесь выбираем... А 13.2 останется тоже 13.2, потому что вы хотите попасть на Порнхаб, а не на какой-то другой сайт. Понятная идея, да? То есть все остается. 13.2.10.1. Коллеги, если есть вопросы, пишите. После значения какого сертификата можно носить бороду? Важный вопрос. После того, как вы вот это выучите, вот встроитесь на работу на 2000 евро или на 150 тысяч рублей где-нибудь в Краснодаре. А в Рашке Порнхаб заплачен. Сочувствуем, что ли. А пока адресное значение какой будет? Те же самое у нас. Нет, у вас уже вторая сеть. Вот ваша сеть. А-а. Там уже... Ну, значит, тут у нас будет... А-а-два. Нет. А-три. Вы вот сюда перейдете... Отсюда вы перейдете сюда. А-а-три. А-два. Ну и новая контрольная сумма. И контрольная сумма... СЕРСИ-2. Да, СЕРСИ-2. Значит, что такое контрольная сумма? Контрольная сумма, она вычисляется по всему кадру и записывается сюда. Группа говорит чек. Мы пошли в гастроном. Жена выделила 100 гривен. Мы пошли, купили семечки. Пришли назад, она проверила, что мы действительно купили семечки. Вот такой вот принцип. Окей, спасибо большое. Значит, следующее, что я вам хотел рассказать, коллеги, это что такое... Что такое... ПАД. Это вот мы дошли до третьего участка сети. Значит, что такое ПАД? ПАД это Port Address Translation. Это один из видов НАТО. Что значит один из видов НАТО? Есть три типа НАТО. Что такое НАТО? Это технология, которая позволяет скрывать сети. Network Address Translation. Трансляция сетевых адресов. Когда вы берете и скрываете всю сеть за одним IP-адресом. То есть вы берете, закрываете две сети, и внешне они видны просто как 12. Один. Почему это важно? Дело в том, что... Дело в том, что сейчас... Сейчас 10 миллиардов устройств. В мире 10 миллиардов устройств. А IP-адресов всего 4. Соответственно, китайцы сидят минимум за 4 НАТО. Минимум за 4 НАТО. У нас в Украине Укртелеком уже станет клиентов за 2 НАТО. Укртелекомовский ОГО сидит уже за 2 НАТО. Почему? Не хватает IP-адресов. Соответственно, это все скрывается с помощью НАТО. Так вот, есть 3 типа НАТО. Первый тип НАТО называется статический. Это когда вы один IP-адрес преобразовываете в другой. Суть этого НАТО в том, что нет экономии IP-адресов. Но вы можете выпустить в интернет только один компьютер. Поэтому это называется статический НАТО. Где применяется? Ну, например, в бухгалтерии. Зачем выпускать всех в интернет? Нужно выпускать только бухгалтера, который сидит на клиент-банке. Это классический пример. Второй тип НАТО называется динамический НАТО. Динамический НАТО это когда вы в интернет, когда вы преобразовываете не один компьютер какой-то конкретный, а вы выпускаете наружу только по запросу. То есть может выйти один компьютер, остальные не могут. Как только этот компьютер освободил вам 12-й адрес, может выйти другой в интернет. И так дальше. То есть с помощью технологии динамического НАТО выход в интернет по запросу. Не всем, а только тому, кто первый выломится наружу. Вот такая вот идея динамического НАТО. И последний тип НАТО называется статический. Статический НАТО это когда вы на улицу выпускаете все компьютеры и при этом меняете. При этом меняете и IP-адрес источника, и порт источника. Поэтому он и называется порт-адрес-транслейшн. Вот такая вот идея. Давайте я адресую как это работает и вы посмотрите, что это. Начинаю тоже с данных. Дальше. Порт назначения у меня остается 80. Почему? Потому что я хочу попасть на HTP7. Порт источника поменяется 6730. Любой случайный выше 1024. Дальше. Дальше. IP-адрес источника тоже поменяется. Будет уже 12.1. IP-адрес назначения останется. Потому что мне нужно попасть именно на тот компьютер. 13.2. Дальше. MAC-адреса. MAC-адрес назначения у нас будет вот в этом участке, в этом назначении будет А5, а источника будет А4. И контрольная сумма будет у нас новая. SRC3. Коллеги, давайте мы на это посмотрим более детально. Значит, что произошло? У нас поменялись порты источника и IP-адрес источника. Таким образом, мы полностью перепаковываем пакет и сегмент. Полностью. Если раньше у нас перепаковывались только MAC-адреса. Вот здесь вот была перепаковка. Ой. Вот здесь была перепаковка. То в этом примере мы перепаковали полностью все. Кадр, пакет, сегмент. Все-все-все-все-все перепаковали. Вот такой вот недостаток пата, что перепаковывается полностью все. Соответственно, как обманывают провайдеры? Как вас обманывают провайдеры? Вы знаете? Рассказываю. Очень просто. Вы себе домой проводите гигабитный интернет. И вроде бы, о, круто! Я себе провел гигабитный интернет. Но так как большинство пользователей жадные, то они ставят маршрутизатор DIR300, делинговский. В результате максимальная скорость интернета 5 мегабит. Почему? Почему? Потому что этот DIR300, он не может перепаковывать на скорости 1 гигабит полностью все. Вот такой вот важный момент. Классический вопрос из собеседования. Вот вы скрыли IP-адрес источника, порт источника, а назад идут данные. Назад-то будет идти ответ. Как наш маршрутизатор будет знать, кому отдавать эти данные? Коллеги, если вы знаете, напишите в комментариях, как назад будут идти данные. Пока вы пишете, я рисую таблицу на трансляции. Итак, как будет это все идти обратно? Как идем назад ответ, коллеги? Напишите в комментариях. Что, никаких вариантов нет? Так, так же таблица должна быть, которая сохраняет преобразование. Вы уже ответили. Значит, есть таблица, которая называется... Ну, ее можно посмотреть в ЦИСКе. В остальных маршрутизаторах она скрыта. Если вы думаете, что ее можно посмотреть очень просто, то она доступна только в ЦИСКе. В остальных маршрутизаторах ее не посмотришь. Так вот, есть такая таблица, которая... Как она смотрится? Show IP NAT Translation. Команда очень простая. Вот такая вот Show IP NAT Translation. Значит, что в этой таблице есть? Значит, Inside Local. Это IP адрес и порт источника. IP адрес у нас источника какой был? 10.1. А порт источника у нас был 51.40. Inside Global. Это IP адрес, собственно, в какой мы преобразовываемся. 12.1 и порт новый у нас 67.30. Outside Local и Outside Global. Это IP адрес и порт назначения. Ну, например, 13.2.80. 13.2.80. Соответственно, как идет назад ответ? А ответ идет очень-очень просто. Ответ идет отсюда. 13.2.80. Идет вот сюда. На 67.30. А из 67.30 вот так вот. А вот сюда вот так вот. Вот таким вот образом мы знаем, откуда идут у нас ответы. Значит, да, коллеги. Outside Local и Outside Global совпадают. Дело в том, что в свое время компания Cisco придумала еще более крутой НАТО. Вот сейчас есть три типа НАТО. Статический, динамический и ПАД. И порт адрес сенсейшн. В свое время компания Cisco придумала четвертый тип НАТО. Поэтому в нем совпадает Outside Local и Outside Global. Что это за четвертый тип НАТО, мы не знаем, к сожалению. Это скрыто в лабораториях где-то Cisco. Вот, собственно, вот этот тип НАТО, четвертый, не внедрился, потому что появился IPv6. И все перешли на IPv6. Вы знаете, я это уже говорил, говорю еще раз. На IPv6 перешли полностью все. Все. Украина не перешла. Вот, если вы думаете, что перешла, нет. Полностью все перешли, кроме компаний Mail.ru и Microsoft и Украины. Все остальные уже перешли давно на IPv6. Вот такая интересная история. Так вот, коллеги, собственно, вот так это дело все работает. Если у вас вопросы, пожалуйста, задавайте. Значит, я четвертый участок в сети рисовать не буду. Там будет все аналогично. Вот, мы сфотографируем, я вытирать не буду. Сфотографируем в большом, вот, хорошем качестве. Выложим в ВКонтакте, в Фейсбук, чтобы вы могли это дело все поглядеть. Есть ли вопросы, пожалуйста, задавайте. Я готов ответить. Мейл не перешел? Да, Mail.ru не перешел. Ну, вы знаете, да, Mail.ru, Microsoft не перешли на IPv6. У нас в офисе работает IPv6. Мы себе настроили IPv6. Мы используем туннельного брокера, брокера Hurricane Electric. Есть такая компания Hurricane Electric. У них можно бесплатно взять IPv6 адреса. Поэтому, опять-таки, может быть, вам будет интересно. Мы можем сделать лифт-трансляцию, как настроить себе домой IPv6 адреса. Как обойти все возможные блокировки. Как сделать так, чтобы торренты работали хорошо, качественно. Как сделать, чтобы IP-телефония работала. Это все можно решить очень просто, с помощью IPv6. Как еще вопросы есть? Если нет, то мы будем заканчивать. Вопросы, коллеги? Хоть кто-то, сколько онлайн человек? Сейчас 56. В общем, было где-то около 70. Так, плюсик. Это, походу, что хотят. По сетевой безопасности будут лекции. По безопасности давайте что-то сделаем. Вы просто напишите, что вам интересно. Тема, что вам будет интересно, вы поймите. Какая тема будет? Мы делали, специально делали когда-то трансляцию, живую. Настройка Cisco ASA, сайт-то-сайт VPN. Эта трансляция у нас была часа три. Да, это было очень долго. Было очень долго. С нуля, полностью с нуля. Сброс Cisco ASA в ноль и настройка полностью всего. Было три часа времени. До конца-то жили не все. Поэтому, если вам интересно, мы можем сделать. У нас даже где-то запись сохранилась. Но я не уверен, что все доживут. Да. Так, плюс про IPv6. Ломаем Пентагон. Очень хочется про IPv6 детально. Хорошо, давайте сделаем по IPv6. Эта тема не сложная, она легкая. Большая просьба, поиграйте в игры. Binary practice под андроидом. Вот игры, где нужно преобразовывать. С двоичной системы в десятичную. Начните вот binary practice. Там есть уровень хардкор. И можно будет преобразовывать IPv6. Там шестнадцатеричная система. Уровень хардкор. Поиграйте неделю. И вы легкостью в голове будете это дело все считать. Покруче, чем я. Где запись посмотреть потом? У нас в группе ВКонтакте будет видеозапись и запись. И на стенке останется. Запись будет на стенке и в видеозаписях. А где это видео можно найти по АСИ? Видео по АСИ. Напишите, пожалуйста, нам в личку. Мы вам пришлем запись, если вы не можете найти. А если вам не в лоб смотреть, вас будет в час. Да, оно у нас где-то в Cisco WebEx есть запись. Вот можно найти. К вам завтра можно прийти в офис и поработать на оборудовании. Андрей Васюк спрашивает. У нас завтра практики с утра до вечера. Поэтому посмотрите, когда там свободно. Вот нужно смотреть. Когда ваша группа работает. Тогда вот потому что у нас много групп. У нас сейчас занятия идут параллельно. То есть вот сейчас сидят студенты наши онлайн. Я перейду привет в Казахстан. Казахстан, привет. Вот там Елена читает маршрутизацию. Собственно, все время занятые классы. Оборудование можно брать онлайн. Если вы хотите здесь поработать, тоже посмотрите, чтобы оно было свободно. Можете прийти к нам. Не надо такие длинные трансляции. Даже в записи смотреть сложно. Так. Большинство сетевых инженеров надеются, что переход на IPO6 произойдет уже после их выхода. Как игра с IPO6 называется? Под андроидом называется binary practice. Пишет андроид на binary practice. Это то, что я играю. Я выиграл binary practice, когда вы толстовку вернете, Константин. Андрей, я вас узнал. Андрей, да? Андрей? Значит, у нас студент выиграл толстовку. Мы разыграем юридически различные призы ценные. Вот. Есть умные студенты. Это Игорь. Это Игорь. Игорь. Да, да, да. Игорь, я вас помню. Значит, размер XL. Мы закажем для вас толстовку. Вот. И, собственно, будет вас толстовка. Как раз сейчас актуально холодно. Я вас понимаю, да. Это Игорь, я не Андрей. Хорошо, мы уже поняли, да. Так, еще вопросы будут. Так, я с Питера подъеду по работе. Кто-то пишет, что нормально по времени трансляции. А на следующей трансляции. Так, вот вы пишите в комментах. Мы стенку читаем. Что вам интересно? Предлагайте. У нас очень много опыта. И им нужно делиться. Но нельзя вот все делать для себя. Понимаете? То есть, ну вот. Вот и вы даже в чатике с друг другом переписывали, что-то новенькое узнали. Я тоже хочу толстовку ЦИСКО. Спасибо. Очень интересная трансляция. Вам спасибо, Артур. Так. Что еще по вопросам, коллеги, будут какие-нибудь? Значит, коллеги, сегодня мы посмотрели самые простые вопросы, что спрашивают на собеседовании. Вот с этими знаниями, сколько нужно времени, чтобы это освоить? Два месяца. Через два месяца вы можете в Украине минимум заработать 500 долларов. Минимум 500. Если мы берем Польшу, это 2000 евро. Если мы берем Россию, это 150 тысяч рублей. Поэтому осталось дело замалок. Нужно учиться. Учитесь. Я вас призываю учиться. Я вам расскажу, как правильно учиться. Что делать. Как, кто. Все. У нас интегрирована программа по трудоустройству в обучении. В основной флагманские курсы наши. В курс Linux. В курс CCNA. Интегрированные курсы по трудоустройству. Мы помогаем с трудоустройством. Осталось дело за малым. Записывайтесь на обучение. Мы вас ждем. Мы трансляции делаем онлайн. Нету ничего. Вы поймите, границ уже нету. Все. Это умерло. Вместе с Советским Союзом. Сейчас полная глобализация. Можно сидеть в Красноярске и работать в Москве. И так дальше. Можно сидеть в Украине и работать в Швейцарском банке. У нас есть такие студенты, которые так работают. И в этом нет ничего плохого. Просто нужно брать и что-то делать. И верить в себя. Верить в себя. Вы поймите, нужно верить в себя. По-другому не получится. Все остальное я вам помогу. Наша команда вам поможет. У нас лучшие преподаватели в Восточной Европе. У нас самая большая Академия Восточной Европы. Поэтому приходите. Будем рады вас видеть. Всем спасибо. Всем хорошего вечера. Не бухайте. Лучше вот это повторите еще раз. Запись будет на стене. Всем спасибо. Всем любви и терпения. Встречаемся в следующий раз на видео. Все. Всем пока. Пока. Всем пока.